Более 250 общественных объединений функционируют на территории Брестской области. Все они разнопрофильны. Кто-то помогает в сборе средств, занимается благотворительностью, кто-то консолидирует спортсменов, садоводов, предпринимателей, кто-то оказывает консультативную помощь. Мы занимаемся развитием, популяризацией велосипедного спорта и продвижением его массы. То же самое, как и спортивное, так и туристическое направление. У нас клуб делится на два подразделения профики и обычные, которые решают идти в профессиональный спорт или не идти в профессиональный спорт. И благодаря этой программе мы работаем с управлением спорта, с юстицией, ездим, участвуем, представляем интересы Республики Беларусь, как в нашей стране, так и за пределами. Люди собираются для определенной цели, создают общественное объединение, в чем помогает Главное управление юстицией Брестского областполкома. То есть, они всегда поддерживают, всегда направляют, даже если есть какие-то ошибки, они подсказывают, как правильно сделать, то есть, чему наше общественное объединение. То есть, мы все очень благодарны. Каждая организация ведет план деятельности, а также отчет по итогам его реализации. Для того, чтобы эта работа проводилась в рамках действующего законодательства, ежегодно сотрудники Главного управления юстиции Брестского областполкома проводят расширенные обучающие семинары. На повестке дня в 2021-м изменения в форме отчетности. Общественное объединение ежегодно до 1 марта предоставляет Главное управление юстицией информацию о продолжении своей деятельности. Но новшеством в 2021 году является то, что они, помимо информации о продолжении своей деятельности, обязаны разместить и довести до всеобщего сведения информацию о получении и расходовании денежных средств и иного имущества за 2020 год. Каждый пункт финансовой деятельности имеет свой подход к отчетности. В частности, это касается данных, которые должны быть отражены, например, в части документа оборота о доходах. Информация о полученных денежных средствах и ином имуществе должна содержать сведения об общей сумме поступивших доходов за 2020 год, в том числе доходов от уплаты вступительных и членских взносов при условии, что эта уплата предусмотрена Уставом общественного объединения, доходов от добровольных пожертвований, доходов от проводимых мероприятий в уставных целях, доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой общественным объединением в соответствии с законодательством, доходов от иностранных организаций, а это может быть иностранная гуманитарная помощь, материально-техническая помощь, а также иных доходов, в том числе о безвозмездной спонсорской помощи. Соответственно, документы о расходах также содержат ряд принципиальных позиций. Информация о расходах денежных средств должна содержать следующие сведения. Информацию об общей сумме расходов, произведенных общественным объединением в 2020 году, в том числе расходах на материально-техническое обеспечение, расходах на оплату труда штатных работников, в том числе и о количестве штатных работников, а также информацию о иных расходах, понесенных общественным объединением в 2020 году. Руководители общественных объединений могут опубликовать свою отчетность в средствах массовой информации, разместить на своих сайтах, либо направить для публикации на адрес Главного управления юстиции. Достоверность данных обеспечивается непосредственно их представителями. Кроме того, документы, содержащие отчетность, подлежат постоянному хранению в общественном объединении. Продолжение следует...